Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас в гостях начальник управления образованием администрации городского округа Люберца Виктория Юрьевна Бунтина, которая часто бывает гостью нашей программы. Естественно, мы поговорим о многих вопросах, которые связаны с образованием. Но начнем с самого главного, приятного, скажем так, информационного повода. Это школьные олимпиады. Выяснилось, что мало того, что Люберцы входят в тройку участников во многих олимпиадах, то есть муниципальных, и вы расскажете сейчас еще каких, и самый главный момент второй, что еще и результативно участвуют. Вот давайте мы с этого и начнем. Здравствуйте! Добрый день, Николай! Добрый день, уважаемые телезрители! Ну вот сегодня, на самом деле, для сферы образования очень приятные, такие радостные минуты наступили, потому что качество образования, к которому мы постоянно стремимся, подтверждено было на тех олимпиадах, которые нам предложила к проведению Московская область. Ну, во-первых, Всероссийская олимпиада школьников – это большой такой процесс проведения олимпиад всех уровней и муниципального, и регионального, и всероссийского заключительного этапа. И проводятся они с октября месяца, то есть с начала практически учебного года, и заканчиваются в апреле уже следующего года календарного, но в течение одного учебного года. И вот в этот период времени наши школьники, на муниципальном этапе их было порядка 5000 человек, с 7 по 11 класс, очень активно приняли участие. И была, конечно, та фактура, тот массовый поток детей на олимпиады, с которым можно было поработать и понять, кто у нас пройдет дальше, а кто пока остановится на уровне либо школьного уровня, либо муниципального уровня. Так вот, по итогам муниципальных олимпиад у нас победителей и призеров было выявлено около 2000 ребятишек. Это хороший очень процент. И далее приняли участие в олимпиаде регионального уровня уже 560 детей. Ну, есть определенные критерии для того, чтобы принять участие на том или ином этапе. И вот по всем критериям 560 детей уехали на регион. Олимпиада, во-первых, проводилась по 24 предметам. Огромное количество предметов – это и предметы школьного учебного плана, были такие предметы, как китайский, например, язык, который не изучается в обязательном порядке в школе, но, тем не менее, есть любители, и самостоятельно дети изучают порой предметы. И участники у нас на этой олимпиаде были в том числе. Поэтому вот на регионе, когда мы выступили, 560 детей приняли участие, выявились победители и призеры, их было 222 уже человека. Ну, это тоже порядка 50%. Мы считаем, что это неплохо. Мы удвоили даже свой успех, свои результаты по сравнению с прошлым годом. И, ну, есть, конечно, куда стремиться и к чему стремиться. Тем не менее, год учебный у нас урожайный получился. И далее у нас уже был заключительный этап олимпиады. В течение марта и апреля 2022 года дети выезжали в разные регионы, потому что проводятся не только в Москве, в Московской области заключительный этап в разных городах. И наши дети выезжали в количестве 20 человек. Это были команды по технологии, по предмету, который изучается в школе, по физической культуре, по истории, по китайскому языку. И из 20 человек 16 стали победителями-призерами. Победителей 5 человек и 11 призеров. Конечно, мы вот эту копилку наших достижений очень хорошо пополнили в этом году. Дети рады, потому что есть определенный материальный стимул. В соответствии с постановлением губернатора Московской области, детям, которые стали победителями-призерами в заключительном этапе Олимпиады, полагается очень приличное денежное вознаграждение, которое они получат по окончании учебного года, когда будет назначено распоряжение Министерства образования Московской области. Заработали собственным умом. Собственным умом заработали. И такой, конечно, вклад серьезный внесли в бюджет своей семьи. Но, может быть, бюджет себя, конечно, в первую очередь впереди, потому что у детей поступление в ВУЗы. Многие из них – это 8 человек из 20, 11-классники. Им впереди нужно будет поступать. И для них это хорошо будет еще в участии. Конечно. Я не говорю о платном образовании. Эти дети, надеюсь, все, пользуясь тем, что у них диплом есть заключительного этапа, поступят на бюджетные места. Очень на это надеюсь, конечно же. Ну, а деньги никогда не будут лишними. Это прекрасно. Ну и плюс участие в Олимпиаде – это тоже дополнительное такое. Дополнительный балл – это бонус, который дает баллы при поступлении. И если это инженерный, например, ВУЗ, то Олимпиада по технологии мгновенно засчитывается и практически без экзаменов. Но они и экзамены не сдают, просто предоставляют свидетельство о прохождении ЕГЭ. Если все успешно, и аттестат о среднем общем образовании на руках, то, соответственно, дети приносят еще диплом Всероссийской Олимпиады, заключительный этап, и они автоматически становятся студентами того ВУЗа, которые мечтали поступить. Виктория Вильевна, скажите, пожалуйста, мне кажется, что в советское время Олимпиады, конечно, тоже были, но не было столь серьезного внимания. Это был какой-то такой очень эксклюзивный момент. Не было такого, скажем, количества или такого ответственного подхода. А тут еще очень важно, что Олимпиада идет как бы в зачет. Не просто поучаствовал, тогда, конечно, деньги за это не платили. Но тем не менее, вот такое количество Олимпиад, у некоторых скептиков возникает вопрос, уровень тех вопросов, которые там решаются. Насколько они серьезны? Кто занимается подготовкой этих вопросов, этих заданий, которые ставятся перед ребятами? Вопросы, конечно, включенные в Олимпиаду, очень серьезные. И они порой даже уровня первого, второго, третьего курсов каких-то профильных ВУЗов. И если даже на едином государственном экзамене, на профильном предмете встречаются достаточно сложные вопросы, иногда даже не изучаемые в школьной программе, то на Олимпиаде вопросы, которые включены в задания, точно отсутствуют в школьной программе. И если ребенок не будет изучать этот предмет очень углубленно и с пониманием, с погружением полностью в науку, он не достигнет таких результатов. А потом, например, если мы возьмем Олимпиаду по физической культуре, у нас тоже немало мест по этому предмету или по технологии, то здесь Олимпиада проводится по двум уровням – и практика, и теория. Для того, чтобы выйти на первые места по физической культуре, сначала надо сдать теорию. А теория включает в себя все науки – и географию, и математику частично, и биологию. И не ответив на эти вопросы... То есть не каждый преподаватель, мне кажется, знает даже. Не каждый, конечно же, да. А затем уже включается практика. Ну, в зависимости от вида спорта и так далее. Или по технологии то же самое. Изготовление какого-то оборудования на 3D-принтере и так далее. Это же расчеты, это черчение, это инженерный ум нужно включить. Очень тонкая такая работа. Она на стыке нескольких сразу наук. И один человек, если мы говорим о буджителе, о наставнике, он не подготовит своего ученика, потому что ему необходима помощь своих же коллег по других предметам. И вот у нас в этом году получилось. Но получилось почему? Потому что мы систему вообще поддержки одаренных детей развиваем не первый год. На базе Центра развития образования у нас работает эта система. И учителя, которые выдающиеся, скажу, и победители национального проекта образования, они работают с детьми, как я сказала, уже в командном таком духе. И мы привлекаем высшую школу. Это преподаватели Московского государственного университета к нам приезжают сюда читать лекции. И, соответственно, позволяют нам по соглашению выезжать на субботы, которые как раз для детей, 10-ти классников, 11-ти классников, которых тоже приучают к науке. Московский государственный областной университет с нами очень плотно работает. И когда вот уже эти связи у нас очень хорошо так зарекомендовали себя, и мы поняли, каким образом нужно готовить, как я сказала, не одному наставнику это под силу, а именно командой, то у нас вот и получился такой результат. И сегодня дети уже награждены, скажем так, мы их чествовали буквально на днях. Глава нашего округа Владимир Петрович Ружицкий встречался с детьми. Дети задавали очень интересные вопросы. В свободной форме было такое общение. И, конечно, они умные вопросы задавали с перспективой на будущее, потому что дети, конечно, современные, мыслящие по-иному. И очень интересный состоялся диалог. Владимир Петрович всех наградил стипендии главы городского округа. Уже вручены были сертификаты и благодарственные письма. Также в их адрес были направлены. Приятно было наблюдать на такую интеллектуальную молодежь. Причем дети были, как я сказала, с 7 класса, достаточно такие еще юные, и по 11 класс. Но о чем я особо хочу сказать, мы встречались на базе гимназии 16. Интерес – это у нас школа «Флагман» на сегодняшний день. И по многим вопросам она впереди занимает очень даже приличные места по многим конкурсам достижения налицо. И в данном случае 10 ребятишек из 16-й гимназии, из 20-ти, стали победителями и призерами. Поэтому мы решили на их базе провести такое мероприятие. И благодаря усилиям 16-й гимназии, кроме этого, выступили прекрасно школа 8, школа 10, 20, 21-я школа, 41-я гимназия, 44-я гимназия, кроме 16-й, вот эти учреждения внесли свой посильный вклад в развитие в целом системы образования. И сегодня мы оказались на третьей ступеньке среди муниципалитетов Московской области, а их 60, на третьей строке после гимназии при Маковой, после первого места занимает вести их лицей Долгопрудного. По количеству победителей и призеров. Исходя из того процентного соотношения, сколько было участников у нас на заключительном этапе Олимпиады. Говоря о спортивном языке, языком круто, да? Ну да, мы оцениваем именно так. Я вот еще хотел такой момент. Понятно, что ребята, вот им такое внимание, они, конечно же, молодцы. Мы поговорили об учителях, которые это целая такая команда, сплав, и это, конечно, здорово. Почему? Потому что это тогда, ну, знаете, такой общий успех. Вот где-то здесь хорошо, и атмосферность такая создается. А вот руководители этих образований, образовательных, они как-то будут отмечены? Что-то им скажут? Или благодарственное письмо какое-то? Вы знаете, да, руководители у нас в третьем квартале, буквально перед началом учебного года, оцениваются и рейтингуются, опять же, нашим профильным министерством. И в оценку деятельности директоров, в оценку деятельности в целом образовательной организации включен вопрос участия Олимпиад. И если есть Олимпиады, даже победители регионального и призеры регионального уровня, победители, призеры заключительного, это добавляет определенные баллы. И, конечно же, это в дальнейшем скажется на общем итоговом количестве баллов и на той премии, которую руководители смогут заработать, в том числе в виде своего денежного поощрения, заработной платы. И это, кстати, хорошо для тех, кто собирается прийти в школу, потому что они посмотрят, вот в этой гимназии или в этой школе много там победить Олимпиады, тоже такой хороший повод для будущих первоклассников. Это хорошая, здоровая конкуренция. Конкуренция, да. Родители. Насколько родители помогали, а насколько им было сложно, потому что это же тоже участники команды. Да. Ну, родители всегда вот с нами на одном дыхании, и все, что было связано с переездами детей, с их доставкой даже в другой регион Российской Федерации, просто с направлением с учителем, было полное взаимопонимание. И у нас никаких обращений такого плана не поступило. Ну, потому что они понимали, что все, что делается школой или муниципалитетом для ребенка в данном учебном году, это все работает на него прежде всего, на их собственного сына или дочь. Ну что, вот мы в первой части поговорили о Люберцах с точки зрения тройки призеров, скажем так, муниципалитетов о Московской области, которые отличились в школьных олимпиадах, с чем мы поздравляем и вас, Виктория Юрьевна, потому что вы руководите всем этим процессом. Ну, а во второй части я не могу не поговорить, потому что мы движемся уже к финалу учебного года, потом будет лето, вечная тоже проблема, как детей занять. Ну и, наконец, 1 сентября совсем не за горами, поэтому во второй части поговорим о последних, скажем так, новостях вашего ведомства. Это программа «Открытый диалог». У нас в студии начальник управления образованием администрации городского округа Люберцы Виктория Юрьевна Бунтина. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях начальник управления образованием администрации городского округа Люберцы Виктория Юрьевна Бунтина. Мы поговорили в первой части о наших замечательных олимпийских чемпионах, давайте их так называть, об учениках, которые позволили городскому округу Люберцы войти в тройку лучших по школьным олимпиадам. А это значит, что ребята у нас не простые, а золотые и серебряные. В буквальном смысле, да. И эти ребята собираются в этом году тоже, наверное, поступать. Слава богу, видите, всю первую часть проговорили, ни слова про пандемию. И скажите, как вообще работает образование, я имею в виду, и школьное руководство, школ, гимназии, и вы как руководитель? Вы как-то просчитываете, сколько детей будет поступать, как-то подталкиваете их, как этот процесс? Ну, 11 класс или 10 даже классы – это тот уровень образования, который уже нацеливает ребенка на поступление в ВУЗ. Потому что, окончив 9 классов, конечно, нужно выбирать либо колледж, либо учебное заведение с профессиональными навыками, и дальше уже идти трудиться. Но дети, которых порядка у нас 1200-1300 на год, вот в этом году 1234 ребенка, те, которые выбирают 10-11 класс для обучения, это дети потенциальные студенты. Сначала битуриенты, студенты разных ВУЗов. Статистика из года в год, конечно же, у нас ведется, и, как правило, процентов 68 у нас детей из выпускников 11-х классов – это успешно поступившие в ВУЗы на бюджетные причем места. Остальные дети у нас поступают либо на внебюджет, либо по семейным обстоятельствам меняется у них траектория движения по жизни, так тоже бывает. Но, тем не менее, порядка 70% уходят в ВУЗы. ВУЗы причем самые разные. Вот, да, интересно какие. Да, и вот у нас на протяжении уже нескольких лет формируется в каждом учреждении система такого профильного образования, где детям подсказывают, в какой лучше ВУЗ нацелить себя, и с кем какие договорные отношения, соглашения заключены, с какими ВУЗами. И дети не обязательно обучают, например, проживая в одном микрорайоне, обучаются по месту проживания. Они разъезжаются по всему городскому округу Люберцы. Потому что открыть на базе одного учреждения два или три профиля не представляется возможным. В основном это один, но максимум два профиля. У нас есть разные. И медицинские профили, и социально-экономические, и инженерный есть профиль, математический, физико-математический. Все возможные интересы детей, запросы родителей в том числе, они учтены. И поэтому проблем с выбором ВУЗа как таковой не возникает. Дети поступают у нас и в технические ВУЗы, ведущие ВУЗы Москвы. Подмосковные ВУЗы поступают не очень много. В основном выбирают для себя Московский государственный областной университет, который расположен в Москве на улице Радио. Очень много разных факультетов. И большое количество детей в этот ВУЗ идут на педагогические специальности. Для нас это тоже важно. Частично мы оформляем даже целевые направления для этих детей. Целевые направления оформляются и для медицинских ВУЗов на медицинские специальности. В таможенную академию тоже очень многие поступают. В государственный университет управления дети идут на разные факультеты. Российская академия коммунального хозяйства и строительства тоже на эти специальности, которые предлагают. А когда у вас появляется справка, я так понимаю, где-то в октябре? Она появляется в сентябре. Где-то во второй декаде, в третьей декаде сентября есть полное понимание по приказам, кто зачислен на какие факультеты, в какие ВУЗы. И уже к первому октября у нас полная выкладка есть по каждому учреждению, по каждому ребенку. Ну вот я помню, что в моей жизни огромную роль сыграл в выборе. Это неожиданно, собственно говоря. Я хотел идти по гуманитарной линии, я все-таки потом пошел. А у нас бы учитель по физике, просто учитель по физике, не директор, не завуч. Он говорит, что должен идти на физтех. Ну я и пошел. То есть иногда даже и без сомнения какого-то, иногда вот от учителя тоже зависит просто, который когда видит, что вот у ребенка есть какая-то предрасположенность. Потенциал, когда есть, конечно. Это очень важная история. Нет, от учителя очень многое зависит. Конечно, это первый человек, который вкладывает в ребенка понимание его дальнейшей жизненной траектории. Это важно. От учителя зависит здесь очень многое. Но другое дело, что в семье также этот вопрос широко обсуждается и нацеливается ребенок. Есть династии на самом деле в разных профессиях. И тоже это всегда поддерживается. Механизмов много. Механизмов много. Лишь бы только по любви это было обучение и именно по интересу ребенка. Да, чтобы не было ошибки. Совершенно верно. Потому что потом, возвращаясь опять на первый курс, это создает определенные трудности уже ребенку. Поговорим еще о, значит, ну тут несколько тем. С одной стороны, это те школьники, которые уходят на летние каникулы и продолжают учиться. С другой стороны, это те школьники. Там выпускные вечера, кстати, выпускные будут в этом году. Да, будут в очном формате. В конце июня они у нас пройдут. Да, будет бал медалистов. Наш традиционный, окружной. Поэтому все идет в штатном режиме. Всегда, что хорошо. И детки уходят, те, кто остается учиться дальше, уходят на каникулы. Вот, готовясь к сегодняшней программе, слушал, что сейчас все решается. Вопрос на самом высоком уровне, как обеспечить наших российских граждан морем. Потому что это сложный вопрос. Сложно, да. И есть такое ощущение, что, наверное, многие родители все-таки оставят детей либо дома, либо поближе к себе. Да, какими-то воспользуются лагерями отдыха областного уровня, скажем так. Ну, я знаю, что существуют лагеря с дневным пребыванием. Будут ли они у нас работать? Да, конечно. Это традиционный у нас вид отдыха. И мы на базе 31 школы в этом году открываем лагеря для детей с дневным пребыванием. Лагеря, причем, будут работать с 8.30 утра, так как начинаются уроки. И будут заканчивать свою деятельность в 17-18 часов уже после обеденного времени. Будет предусмотрено трехразовое питание для деток. Очень большую часть затрат берет на себя местный бюджет. Конечно же, все льготные категории граждан, а это и многодетные, и матери-одиночки, и опекаемые дети, дети-сироты, ну и другие льготные категории, они обеспечиваются бесплатным питанием в лагере. Кроме этого, будут обеспечены и досуг, и развитие детей. Очень интересные формы сегодня уже. Мы видим по отрядам, как эти формы будут реализовываться, когда придут дети к нам 1 июня. 1 июня у нас официальный первый день лагерной смены. Торжественное открытие мы проведем на базе одной из школ 2 июня, когда уже дети соберутся в определенный отряд, когда познакомятся. Будет проще им организовать такую праздничную программу. Конечно, к лагерной смене мы готовимся заранее. Прошли уже те необходимые конкурсные процедуры по питанию. Назначены медицинские работники, которые будут сопровождать обязательно лагерь дневного пребывания. То есть все подготовительные работы... И педагогический состав тоже. Педагогический состав однозначно уже весь сформирован. А нам нужно было учесть как раз тех педагогов, которые будут работать на едином государственном экзамене, на основном государственном экзамене. Это одна категория наших педагогов. И часть будет работать в лагерях. Лагерь у нас будет 1 июня, как я сказала, по 30 июня. То есть 21 день, рабочий день. И родители могут быть спокойны абсолютно, что ребенок пошел в этот лагерь, и он находится под присмотром практически весь день. Ну, меня могут обвинить, что мы сразу про отдых, а ведь у нас еще ЕГЭ для некоторых категорий. Да, начинается буквально на днях. Я даже не знаю, с кого начинают, с детей или с родителей. Какие-то особенности есть в сдаче в этом году или уже вернулись к нормальному? В этом году особенностей у нас как таковых нет. Очень нас порадовало, что Роспотребнадзор снял некоторые ограничения по проведению ЕГЭ. И ОГЭ в том числе в этом году будет попроще. Но, тем не менее, мы до конца не имеем права расслабляться. Все те меры санэпидо-благополучия, которые необходимы в школе на пунктах проведения экзаменов, они у нас будут соблюдены в обязательном порядке. Мы, правда, аудитории на сегодняшний день комплектуем, исходя из положения, 15 человек на аудиторию. Когда у нас были ковидные все вот эти проблемные годы, то не более 8 было человек в аудиторию. Вернулись немножко мы к прежним таким показателям. Поэтому предметы не добавились, требования никаким образом не изменились. Мы в штатном режиме готовили детей в течение всего года. Работали психологи в обязательном порядке, проводились тестирования с детьми. Но как на предмет выбора профессии, так и на предмет спокойного прохождения государственной итоговой тестации. Это волнительный момент. И вот вкупе вместе с психологом работали классные руководители и работали учителя-предметники. Потому что мы должны были детям предложить и демоверсии экзаменов, провести пробные экзамены. И уже на сегодня все дети, которые пойдут на экзамены, они допущены через итоговое собеседование или итоговое сочинение в 11 классе. Поэтому все необходимые меры уже на сегодняшний день и требования выполнены. На днях у нас стартует государственная итоговая тестация. В 9 классах она уже началась. А в 11 классах с 26 мая будут проведены первые экзамены. Но самые крупные, как правило, это русский язык. Все его сдают для получения аттестата. Математика базовая, математика профильная тоже будет сказываться на получении аттестата. Но дальше экзамены по выбору, как всегда, лидирует у нас общество знания. Иностранные языки очень востребованы. Физика, химия, биология. Географию чуть меньше сдают детей. Но спектр очень широкий. Но, тем не менее, география тоже сегодня набирает обороты. Когда-то у нас было по 2-3-8 человек на округ. На сегодня их порядка 30. А, ну это уже салитная команда. Значит, есть требования вузов, которые будут принимать свидетельство по итогам этого предмета. Ну что ж, пройдет ЕГЭ, вот эти все переживания. Затем часть детей отдохнет в лагерях с дневным пребыванием. Трудно запомнить мне это правильное название. А другие детки отдохнут. Кто-то дома, кто-то в лагерях дальнего пребывания. Но мы организовываем и в Краснодарском крае. Это для детей, особенно в тяжелой, трудной жизненной ситуации, оказавшейся семьи. И в Крыму. Пока мы планируем этот отдых. Что нам покажет время, посмотрим уже. Но, тем не менее, мы порядка 200 человек будем отправлять на море. Чтобы на самом деле не просто дети отдохнули, но и оздоровились. А потом приходит, как всегда, внезапно 1 сентября. Внезапно для родителей, для учеников и так далее. Что ожидается в этом году, открывается, появляется? Да, я еще добавить хотела бы, потому что, наверное, будет интересно. В рамках летнего отдыха у нас на базе гимназии 16-й интерес будет работать так называемая пятая четверть умные каникулы. И дети со 2-го по 10-й класс, исключая 9-ти классников и 11-ти классников, порядка 70-80% от контингента, будут на базе этой школы как отдыхать, оздоравливаться, так и погружаться в науки. Самые различные. Школа выиграла грант денежный на то, чтобы детей там можно было бы и накормить, и, соответственно, обучить, и отдохнуть вместе с педагогами. То есть вот такое новшество у нас в этом году. Интересно. По итогам этого года будет работать на территории. А что касается 1 сентября и 22-23 учебного года, то новостроек школ мы не сдаем. В прошлом году у нас было три крупные новостройки. Но мы после капитального ремонта получаем новые современные здания гимназии номер 1 и школы номер 6, инженерная школа, которые расположены обе на Октябрьском проспекте. Это самые возрастные наши учреждения. Они давно требовали капитального ремонта. На сегодня все ремонты ведутся. Они ведутся в графике. Контроль за ними осуществляется, за этими работами очень серьезный. И мы к 24 августа текущего года должны получить уже вот эти обновленные здания. Обновленные ключи. Да. И кроме этого в поселке Октябрьском у нас ремонтируется детский сад также в капитальном таком формате. Детский сад номер 12. В Октябрьском нам не хватает дошкольных учреждений. Там, по сути, один детский сад из трех корпусов состоящих. А население достаточно серьезно растет. И вот те 280 мест, которые мы планируем ввести после капитального ремонта, также будет очень хорошим подспорьем и выручит население. И, конечно же, облегчит нагрузку на систему образования округа. Виктория Юрьевна, ну я так понимаю, что лето будет жарким, а вот там уже ближе к осени или осени мы вновь вас с радостью пригласим, узнаем заодно, сколько поступило куда. Итоги его, да. Да, может быть, что-то изменится в нашем образовании. У нас всегда много новых направлений. Вам огромное спасибо. Вот. Я уж не знаю, поздравляют ли Майжиш у нас в период последних звонков, затем в период выпускных вечеров. Пройти вам с коллегами этот путь легко, непринужденно. Отправить ребят на отдых. И вот 1 сентября получить ключи от обновленных школ. Виктория Юрьевна Бунтина, начальник управления образованием администрации городского округа Люберцы, была гостем нашей программы. Это был Николай Пивненко в программе «Открытый диалог». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова